Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Валь. Смотрите выпуски. Новости Удмуртии. 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 Врачи травматологии ежедневно отправляют в администрацию Ижевска отчет, сколько людей пострадало и на каких улицах нужно ликвидировать скользкие участки. Но на официальный запрос нашего телеканала о проводимой работе специалисты столичной администрации сами не ответили, посоветовав информацию поискать на сайте Ижевска. Данных о борьбе с гололедом на тротуарах мы не нашли, но полезная ссылка все же есть. Телефоны, по которым можно жаловаться на состояние улично-дорожной сети. Мария Мирзлякова, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия». 27 тяжких преступлений помогли раскрыть полиции в этом году волонтеры добровольных дружин Удмуртии. Сегодня о сотрудничестве с общественниками говорили действующие сотрудники полиции. Помощь в работе дружинники оказывают большую, и их роль все заметнее, особенно такому взаимодействию рады сотрудники ГИБДД. На днях во время рейда в Ижевске добровольцы организации «Дорожный патруль» помогли полицейским задержать пьяного водителя. В автомобиле оказался пьяный водитель, который отказался выйти, и сотрудник ДПС потянулся, чтобы убрать ключи. Те, значит, двинулись в место, уехали во дворы, началось преследование. Где-то примерно 10 метров они протащили нашего сотрудника, и были, когда остановились, побежали, но были задержаны как раз членами народной дружины. На данный момент в Удмуртии около 900 дружинников. В этом году они приняли участие в охране общественного порядка во время проведения более 600 массовых мероприятий. В Удмуртии наградили предприятия, выпускающие самую вкусную и самую качественную продукцию. Награждение в рамках Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» вот уже 18 лет традиционно проходит перед Новым годом. В этом году Удмуртия представляла стране 44 вида своей продукции. Это не только продукты. Предприятия республики смогли стать лучшими в номинациях «Промышленные товары для населения» и даже опередить другие регионы в школьном питании и санаторно-курортном лечении. 18 товаров и услуг стали обладателями золотого знака, а мясная продукция даже удостоилась высшей награды – приза «Вкус-качество», которым награждают всего 10 предприятий по всей России. Тут многие говорят, что примерно одних и тех же мы каждый год награждаем. Так я говорю, это же совсем неплохо. Значит, люди понимают, что есть новые задачи, есть новые проекты, которые они реализуют, и благодаря которым производится новая продукция, востребованная и у нас в республике, и за ее пределами. На церемонии награждения говорили о том, как еще больше продвинуть продукцию республики на федеральный уровень, а также отметили, что Удмуртия вошла в двадцатку самых активных участников конкурса. Создание беспилотников для российской армии не пострадает от санкций, введенных как Западом в отношении России, так и Россией в отношении Запада. Об этом заявили производители техники «Ижмаш-беспилотные системы». О том, как собирают военную технику и куда отправляют после испытаний «Ижевским небом» – в нашем материале. Сегодня для техники сложные климатические условия, повышенный ветер в земле более 10 метров в секунду, но это позволяет взлететь самолету «Гранат-4». На высотах ветер до 17 метров в секунду, что тоже позволяет его испытывать. В небе на «Дыжевском» беспилотнике проходят испытания. Сегодня тестируют «Гранат-4». Это наиболее крупный представитель самого многочисленного семейства гранатов. Чуть позже взлетит другой самолет – «Тахион». Многочисленные опытные полеты компания «Ижмаш-беспилотные системы» проводит в самых разных климатических и географических условиях. Заказчик Министерства обороны предъявляет повышенное требование к самолетам-разведчикам. И «Гранат», и «Тахион» сегодня стоят на вооружении российской армии. Даже самые первые беспилотники «Груша» до сих пор используют в войсках. На санкции с точки зрения европейских или американских не затронули практически никоим образом, поскольку мы являемся разработчиками. У нас прелесть ситуации, что весь интеллект сосредоточен на предприятии. Мы являемся разработчиком каждого конкретного блока, и вся математика, основа комплекса разработана нами. Сейчас в компании работают над улучшением боевых характеристик беспилотных летательных аппаратов. Это увеличение дальности полета, повышение бесшумности и незаметности самолетов, новые виды топлива. Инженеры-конструкторы работают в Москве и Петербурге, Казани и Смоленске, и, конечно, в Ижевске. Большинство разработок засекречены. Линейку беспилотников сегодня пополнил новый представитель, самый маленький, под названием «Муха». Тот перспективный комплекс, который сейчас мы заканчиваем разработку, то есть он в первую очередь ориентирован на повседневное применение в войсках. То есть может быть даже он в первую очередь не рассчитан на какие-то там специальные, выполнение специальных задач и так далее. То есть мы его в большей степени позиционируем как устройство или средство для такого мониторинга близлежащей обстановки, то есть, условно говоря, бинокль с крыльями. Из этого получается вот такая деталь. Это называется консоль. То есть вот она половинка, она формуется смолой, стекловолокном, пенопластом. На предприятии сегодня трудится много молодых специалистов. Ключевой заказчик – Министерство обороны. Здесь заявляют, что готовы работать и для гражданского рынка. Но гордятся в первую очередь своими достижениями в военных технологиях. Ксения Мороз, Руслан Ури Ахметов, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Более сотни владельцев приусадебных участков пострадали от действий мошенников. Люди отдали деньги за теплицы, благоразумно решив зимой подготовиться к дачному сезону. Но товар так и не получили. Сегодня в прокуратуре республики сообщили, уголовное дело направлено в суд. Граждане, которые уже в конце апреля должны были начать устанавливать данные теплицы, пытались дозвониться до представителей данной фирмы. Однако трубки никто не брал, телефонные звонки не отвечал. И с этим граждане обратились в правоохранительные органы. В ходе возбуждены уголовные дела, в ходе расследования которых лица, причастные к совершению преступления, были установлены и задержаны. Один из компаньонов оказался ранее судим. Для возмещения ущерба имущества обвиняемых на сумму 850 тысяч рублей арестованы. Им самим грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Весьма сложной ситуацией сегодня оказалась ферма «Вятка» в Дебёсском районе Удмуртии. Ее хозяин, известный селекционер-энтузиаст Александр Юферев, уже не справляется с работой один. Между тем, именно он в свое время возродил старинную породу лошадей «Вятка». Чем живет хозяйство в селе Тыловай и о чем мечтает сегодня, Александр Юферев узнал Роман Вагинов. Александр Юферев – удивительный человек. Если бы не он, наша местная порода лошадей «Вятка» точно исчезла бы навсегда. Собирать коней по колхозам он начал лет 30 назад. Тогда никто и не верил, что из этой идеи что-то получится. И вот в 2000-м питомец «Вятка» становится абсолютным чемпионом всероссийской выставки «Эквирос». Самые опытные эксперты и конезаводчики не могли скрыть восторга. «Вятка все еще жива». Сейчас этих лошадей уже во многих хозяйствах, во многих регионах. Сейчас вот в Владимирском области там в журнале пишут, значит, у них губернатор приказал. «Вятка» собрать, построить конюшню. Я вообще-то всю жизнь все один, всю жизнь. Я думаю, ну когда-то, может, ну начну я по-человечески жить, как нынче говорят. Мне друзья-то сдаются, кончать уже всех. Ну поживи ты для себя. Ну я так не могу. «Вятка» – одна из самых выносливых пород. В старину на ней развозили почту. Да и на скачках «Вятская лошадка» не раз обгоняла скакунов спортивных пород. Чем длиннее дистанция, тем больше у нее шансов. Сегодня на коне ферме Юферева дела идут не самым лучшим образом. Сил и средств катастрофически не хватает. Помогают селекционеру только волонтеры. Что-то по мере сил, конечно, пытаемся делать, но этого недостаточно. То есть горские люди, которые приходят, они не кусайся. Они должным образом ничего не смогут особо сделать. Два раза приезжали студенческие отряды. Вот от них было побольше, они более организованные и все такое. Но у них, к сожалению, тоже не всегда получается учеба. Может посадить на дюбеля, разобрать, да и... Нет, сейчас ничего делать не будем. Только прикройте. Сейчас прикроем и все. Тут надо все заново делать. Возрождение старинной вятской породы целит смысл всей жизни Александра Юферева. Ему уже восьмой десяток. Можно, говорит, и в госпрограмму поддержки попасть. Да только как самому разобраться в новых законах и порядках. Что сегодня вам бы хотелось, чтобы там, что нужно сделать? Да мне бы хотелось вот крышу. Все внутри сделаем мы. Все. Там полы, все сделаем. А на крышу у нас не денег. И всех лошадей продам, крышу сделаю. Всех. Представляете? Вятка – достояние Удмуртии, ее богатство и гордость. Александр Юферев надеется, что в республике все же появится новая большая кони-ферма, где найдется место и для вятских лошадей. И что на породу обратят внимание не только туристы и волонтеры, но и власть. Роман Вагинов, Александр Шуробоков, телеканал «Моя Удмуртия». Новая лыжная база к очередным сельским играм строится сегодня в поселке Игра. В свое время именно здесь селяне провели свою первую Олимпиаду. Спортивная традиция прижилась. О подготовке к играм в игре расскажем. Вот, хорошо, на вал. Игринская детско-юношеская спортивная школа – одна из самых больших в Удмуртии. Сегодня здесь занимается около тысячи детей. Кроме лыж, развиты и другие направления. Есть отделение спортивных игр – баскетбол, волейбол. В общем, легкая атлетика. Дети занимаются с большим желанием. А родители заинтересованы уже в данный момент. Сами приводят ребяток на занятия, смотрят, где им интересно. Анастасия Шкляева пришла в спортивную секцию несколько лет назад. Тренировки посещает регулярно. А совсем скоро она и другие воспитанники школы смогут заниматься в лучших условиях. В игре строится новая лыжная база. Мы ждем много ребят, чтобы тоже занимались, достигали больших целей. В каких соревнованиях уже участвовала? В республиканских, в районных и тут. Мечта дальше какая? Ну, побольше, чтобы наград было. В марте 2016-го лыжная база примет спортсменов со всей Удмуртии. Здесь пройдут зимние сельские спортивные игры. Работы идут по плану. До конца года объект подведем под крышу, говорят строители. Туда уже подведен газ, водоснабжение, водоотведение. Стартовая площадка, вы, наверное, успели заметить, тоже подготовлена. Она освещена. Это тоже все готово. Ну и первый этаж завершаем на сегодня. Это самые лыжные базы. Планируем, в принципе, до конца года ее под крышу завести. Игринская земля уже принимала сельскую олимпиаду 22 года назад. Это были самые первые сельские спортивные игры. И вот игры снова в игре. Конечно, мы давно ожидали, чтобы вновь они пришли на нашу землю. Слава Богу, в 2016-м году мы этого добились. Талисман у нас будет медведь. Так же, как это было на первых наших играх. Он очень интересный, очень позитивный. Выпускник спортивной школы Евгений Вахрушев сегодня тренируется в сборной России. Так что начинающим лыжникам есть на кого равняться. А новая база будет им подмогой. Марина Баля, Роман Вагинов, Александр Шарабоков, телеканал «Моя Удмуртия». А вот воспитанники социально-реабилитационного центра впервые встали на коньки. На два часа лед и тренеры оказались в их полном распоряжении. А еще были конкурс, подарки и горячий чай со сладостями. Такой праздник для ребят организовали шефы. Анастасия Редько подробнее. Если бы нам можно было снимать детские лица, вы бы увидели, как они светятся от улыбок. Еще бы. Веселые конкурсы с героями из популярного мультфильма, сладости, подарки. Все это только для них. Так уж вышло, что в обычной жизни у многих из них таких праздников еще не случалось. Эти мальчишки и девчонки – воспитанники Республиканского социально-реабилитационного центра. Совсем малыши и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Из многодетных, малообеспеченных семей – те, кого забрали от нерадивых родителей. Очень много детей. Первый раз вообще в городе Ижевске. То есть даже элементарно впервые. То есть такое сегодня, что мы на катке. То есть такого не было. Это вообще здорово. Потому что мы все равно в районах. На пруд встал покатался. Это все равно не то, что здесь. И освещение, то есть и радость, и улыбки, которые нам сегодня подарили. Пока самых маленьких развлекали конкурсами, угощали сладкой ватой, старшие укращали коньки. Два часа на льду с тренерами и с ветерком могли прокатиться даже те, кто на лед сегодня вышел впервые. Подарить праздник Банк ВТБ-24 смог почти полсотни ребятишек. Благотворительная акция – одна из многих в рамках проекта «Доброе дело». Банк имеет партнерские отношения с учреждениями здравоохранения, культуры, науки, образования, социального обеспечения. Только за 2015 год сотрудниками Банка организовано более 200 волонтерских проектов, в рамках которых получили помощь более 3000 человек. Раздав все подарки, организаторы праздника с детьми не прощались. Пообещали приехать в канун Нового года с подарками от Деда Мороза. Письма с детскими желаниями шефы обещали передать личному волшебнику. А в ручке спасибо! Анастасия Ритьколи, Адериндяев, телеканал «Моя Угмуртия». Далее для вас полезная информация. У меня все. Хорошего вечера. До свидания. Несколько сот новых пушистых моделей разных цветов и фасонов на меховой выставке в Ижевске. Вот, например, модель «Бабочка» – расклешенный рукав и подол. А вот тренд этого года – актуальное поперечное расположение шкур и рукав в три четверти. Покупатели ассортиментом довольны. Ассортимент довольно-таки богатый. Молодцы. Есть что выбрать, чтобы хорошо на мне сидело, чтобы была красивая. Потому что я красивая, и должна шуба красивая быть. Правда? Все шубки российского производства. Норка из зверохозяйств Кировской области. Качественная, надежная и легкая такая шуба выдержит не один сезон и согреет в самые лютые холода. Изделия сертифицированы. На все шубки предоставляется гарантия. Кроме того, сейчас натуральный мех можно купить очень выгодно. У нас проходит акция на выставке «Любая мутоновая шубка». Независимо, какой она будет, длинной, короткая, либо длинная, с любой отделкой. Она стоит 15 тысяч. Также акция на норковые шубки. Норковая цельная шубка стоимостью 39 тысяч. Подойдет любой моднице и любителей авто. Шубки можно приобрести и в кредит. Меховая выставка продолжит свою работу до 13 декабря в Ледовом дворце Ишсталь.